Когда в 1994 году рядом с городом Висока в 22 километрах от Сараева, столицы Боснии Герцеговины, велись боевые действия между сербами и боснийскими мусульманами, жители города во время артиллерийских обстрелов слышали странный гул и вибрации, которые исходили от горы Височица, словно внутри нее была пустота. А ведь и раньше эта гора была окутана ореолом преданий и тайн. Жители Висока на протяжении многих поколений используют для украшения фасадов домов и изгородей, искусно обточенные камни со странными узорами, которые находили в ее окрестностях. Летом 2005 года в Висока приехал Семир Османажич, независимый исследователь, посвятивший 15 лет изучению пирамид Латинской Америки. Уже в августе того же года Османажич сделал терское предположение, что гора Височица есть не что иное, как огромная пирамида высотой в 220 метров. Масштабные исследования и раскопки Висока начались 14 апреля 2006 года, когда десятки волонтеров приступили к раскопу на горе Височица в нескольких точках. Через несколько дней под метровым слоем земли были обнаружены огромные рукотворные каменные блоки, состыкованные друг к другу. Сенсация следовала одна за другой. На каменные плиты стали натыкаться во всех сторонах Височицы. Аэрофотосъемка свидетельствовала о геофизических аномалиях. Две стороны горы были абсолютно прямыми и образовывали равные углы. Фотографии со спутников и вертолета добавили новые аргументы в пользу существования самой высокой и первой пирамиды Европы. Гора Височица стала именоваться пирамидой Солнца, по примеру мексиканских пирамид, с которыми она имеет много общего из-за усеченной вершины. Некоторые археологи Европы весьма скептически отнеслись к раскопкам не самой идеи о пирамиде в Боснии, но с каждым днем сторонников у Осмонажеча становилось все больше. Два известных ученых из Египта, геолог Баракат и археолог Калихадиди, признали, что каменные блоки, которыми выложена вся пирамида Солнца, весьма древнего и, что самое важное, искусственного происхождения. Имея длину от 2 до 3 метров, блоки представляют собой бетон, состав смеси которого существенно отличается от современного. Версию о бетоне подтвердили ряд институтов в Боснии, среди которых строительный институт в Сараево. Институт геодезии в Боснии сделал сенсационное заявление, что все четыре стороны пирамиды сориентированы по сторонам света, при этом северная направлена к полярной звезде. Известно, что пирамиды в Египте и Мексике также сориентированы. Дальнейшее исследование при помощи радара и технологии термального фотографирования выявило новые геологически-аномальные зоны на окраинах города Висака. Ими оказались три холма пирамидальной формы, где в первые дни раскопок были найдены каменные блоки искусственного происхождения. Таким образом, в мае 2006 года миру стало известно об открытии новых пирамид – Луны, Солнца и Земли. А также и то, что они не вписываются в известное нам понимание пирамид, поскольку представляют собой холмы естественного происхождения, которым древние зодчие придали пирамидальную форму, стены выложив искусственными плитами и многочисленными террасами. На плато вокруг пирамиды Луны ровно выложены одинаковые каменные плиты, очень напоминающие современную городскую брусчатку. Еще больше споры разгорелись о возрасте пирамид и их строителях. К удивлению скептиков, ученые установили, что с учетом местного климата, толщина почвенного слоя, которым покрыты все пирамиды, должна была бы расти на 1 см каждые 200 лет, и она достигла от 40 до 1,5 метров в наши дни. И это говорит о возможной дате строительства пирамид более 8000 лет назад. Еще одним доказательством стали раскопки на местах соединения сторон пирамид, которые показали наличие ровных углов, так называемых ребер, которые не могли образоваться естественным геологическим путем, к тому же на трех объектах сразу. Входы в туннели обнаружили в нескольких километрах от пирамид, и все они ведут под их основание. Высота их в человеческий рост, и по мере приближения к пирамидам стены приобретают все более гладкий вид, а на дне проглядывает хорошо сохранившаяся каменная кладка. В туннеле же был найден большой гладкий камень с письменами, напоминающими рунические символы и современные буквы «Е» и «Игрик». Но самым необъяснимым является отсутствие мертвых животных и насекомых в туннеле. По логике, в оставшихся пустотах могли бы обитать грызуны, жуки и другие. Но земляная порода должна была оставить хотя бы их следы, но таковых не обнаружили. Предположения скептиков о постройке туннелей в Средние века или в войну 92-95-х годов отпали, так как нет исторических упоминаний о них в архивах. Военные также отвергли гипотезу о своем причастии. Археологи, геологи, независимые ученые и исследователи из многих стран приезжали в Високо для того, чтобы поддержать Осмонажича и его сенсационное открытие, или опровергнуть его, может быть даже оклеветать. Мировое научное сообщество раскололось на два лагеря, на тех, кто признает факт наличия пирамид в Боснии, и на тех, кто не признает. Площадь исследования охватила уже пять пирамид, и район вокруг них, и большой комплекс туннелей. Было найдено много каменных конструкций искусственного происхождения с орнаментами, а также загадочные линии и полосы, напоминающие желоба на каменной кладке. Если орнамент на небольших каменных плитках был частью декоративной облицовки пирамиды, то эти линии не поддаются объяснению, они свидетельствуют о доселе неизвестной культуре. Тогда же были найдены хорошо сохранившиеся и гладко отполированные многотонные плиты холма Вратница, которые, не обладая пирамидальной формой, представляют собой сложную конструкцию из каменно-бетонных блоков, идентичных тем, что находят на близлежащих пирамидах. Вратница представляет собой доисторический храмовый или дворцовый комплекс. Большой победой стала поддержка правительства Боснии и Герцеговины, а затем и самого президента страны, который посетил археологический парк и выделил статью в бюджете для оказания материальной помощи в раскопках. В археологический парк прилетали с недельным визитом и российские ученые из Академии наук. Позже они заявили, что перед нами каменные блоки не естественного, а искусственного происхождения. В августе египтолог и пирамидолог Нобильс Велим из Каира, известный по всему миру тем, что открыл четыре пирамиды в Египте, в том числе 20-метровую пирамиду Абу-Рафаш, после долгой работы на раскопках заявил, «Висека у нас самая большая пирамида в мире, чье изумительное и сложное архитектурное исполнение имеет огромное значение для всего мира». Кстати, в храмовом комплексе Вратница обнаружили каменные блоки, сильно напоминающие те, из которых построены великие египетские пирамиды. К концу 2007 года археологический парк в Боснии и Герцеговине посетило более 400 тысяч человек из 80 стран мира. Послы множества стран посетили места раскопок, проявив от лица лидеров своих государств большой интерес к открытию пирамид. Совсем недавно настойчивый исследователь получил еще одно важное доказательство. В течение прошлых лет Осмонажич пытался найти органические остатки в пирамиде, для того, чтобы провести радиоуглеродное датирование, чтобы установить приблизительный возраст сооружения. Наконец, необходимые органические образцы были найдены во время раскопок в 2010 году у пирамиды Луны. Эти остатки были обнаружены в поверхностных слоях каменных блоков, которые были вскрыты, а затем для датирования с помощью радиоуглеродного анализа, переданной в Селесский технологический университет в Польшу. Датирование показало, что найденным органическим остатком около 10 350 лет. Полученные данные полностью меняют наше представление о европейской истории и первых разумных цивилизациях, заявил Самир Осмонажич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok